я приветствую всех наших зрителей моих коллег трейдеров которые торгуют опционами и тех кто только интересуется этим удивительным финансовым инструментом и сегодня в нашей видео лекции мы ответим на вторую часть вопросов которые поступили от наших слушателей и так наши зрители спрашивают в какой момент следует принимать меры по возможным убыткам при непокрытой продаже понимаю что она несет риски что лучше при этом покупка продажа фьючерса или ролирование и почему с примером если не сложно сразу хочу сказать что действительно если мы находимся в продаже по какому либо опциону например по опциону call или по опциону put то чисто теоретически риск получения довольно высоких убытков весьма велик потому что если цена пойдет против нас я имею ввиду цену прежде всего базового актива то цена опциона также пойдет против нас и чисто теоретически убыток может быть очень большим поэтому чтобы этого не произошло убыточные позиции по проданным опционам нужно ликвидировать причем вы знаете среди профессиональных опционных трейдеров есть такое мнение что если вы неудачно продали опцион то чем раньше вы от него избавитесь тем лучше то есть такие позиции в принципе нужно закрывать довольно быстро например вы продали опцион call а на базовом рынке началась интервенция крупного капитала например вы продали опцион call на сбербанк и сбербанк начало расти он идет вверх на больших объемах видно что в эту бумагу входят крупняк и в этой ситуации немедленно нужно крыть такие опционы самый первый способ самый основной это закрытие такой убыточной позиции через стакан причем обычно в этом случае даже следует пожертвовать внутри вот этим так сказать спредом внутри самого стакана и откупить по ценам предложения пока не поздно пока еще рынок не потерял ликвидность чтобы избавиться от этой позиции да и не тянуть ее второй способ это если вдруг данный инструмент потерял ликвидность заключается в том чтобы купить какой-то опцион так сказать да может быть из того же семейства с другим страйком либо с таким же страйком но на другую дату чтобы поставить себя в искусственный спред и естественно минимизировать свои потери потому что если по первому опциону у нас будет убыток то по второму купленному опциону у нас будет в этом случае прибыль ну и наконец третий способ о котором мы довольно часто говорим это занять противоположную позицию на фьючерсах таким образом мы тоже себя подстрахуем от убытков но еще раз хочу сказать нужно прежде всего иметь ввиду первый способ закрытия такой позиции то есть обыкновенное закрытие через совершение обратной или офсетной сделки так вот ролирование здесь не подходит по определению да потому что как мы с вами говорили ролировать имеет смысл опционы в том случае если рынок находится стадии равновесия то есть мы наблюдаем некоторые колебания цен возможно не очень широком диапазоне на малых объемах и в этом случае мы можем продавать опционы и опционы call и опционы put и их ролировать то есть когда истекает тот опцион который мы ранее открыли мы открываем новые об этом мы уже говорили в предыдущей нашей видео лекции давайте сейчас мы посмотрим на график вот это акции сберманка да и сейчас мы здесь установим дневной масштаб вот обратите внимание да вот акции сбербанка и сбербанк сейчас идет вверх и вполне возможно кстати говоря что он достигнет все-таки через какое-то время возможно концу этого года уровня 300 рублей но пока мы видим здесь откат откат до уровня месячной средней и вполне возможно что эта бумага перейдет в горизонтальный коридор и будет колебаться в некотором коридоре в этом случае необходимо уже потихонечку продавать опционы call опционы put продавать стрэнглы да продавать стрэдлы и соответственно если вдруг после этого цена вырвется за границы коридор на больших объемах или вверх или вниз то немедленно нужно эти позиции закрывать и переворачиваться в покупку если цена уходит вверх нужно закрывать проданный опцион call и переворачиваться в покупку по опциону call опцион проданный put можно оставить если цена сильно вырывается из диапазона вниз на больших объемах то значит начинается на рынке эвакуация крупного капитала и соответственно нам необходимо оставив проданный опцион call немедленно закрыть проданный опцион put и перевернуться в покупку по опциону put это очень важно Никакое ролирование в этом случае помочь не способно по определению. И, соответственно, если мы посмотрим, например, на график еще одной популярной российской акции, это «Лукойл», то мы увидим, что как раз эта бумага по достижению максимально возможных, не максимально возможных, а исторически максимальных цен, несколько недель назад, сейчас находится в горизонтальном коридоре, на малых объемах, обратите внимание. И вот как раз это время является прекрасным временем для продажи опционов. Соответственно, еще раз хочу сказать, что как только цена выйдет из этого коридора, например, «Лукойл» сделает новую попытку пойти вверх, необходимо проданные позиции по опционам колл закрывать и, как говорится, без всяких колебаний. Потому что, если мы будем удерживать эту позицию, то получим совершенно, так сказать, фантастические убытки. Это очень важно, да? Поэтому об этом мы всегда должны помнить. Если вы интересуетесь рынком опционов и хотите узнать, как можно использовать этот удивительный многогранный финансовый инструмент для получения прибыли, то мы рекомендуем вам записаться на наш курс от нуля до первого опциона. Опытные преподаватели познакомят вас с основами опционной торговли, покажут, как можно совершать первые сделки. И, прослушав этот курс, вы получите необходимый минимум знаний, для того, чтобы самостоятельно начать прибыльную торговлю опционами. Если вы уже освоили азы опционной торговли и хотите узнать, как можно более эффективно торговать опционами, а также познакомиться с профессиональными приемами опционной торговли, для того, чтобы регулярно получать большую прибыль на этом удивительном инструменте, то мы рекомендуем вам записаться на наш курс «Опционы на миллион». Ведущие этого курса, такие опытные преподаватели и трейдеры, как Павел Пахомов, Денис Стукалин, Дмитрий Черомушкин, раскроют перед вами секреты тайны опционной торговли, которые позволят вам при умелом использовании получать колоссальную прибыль, реализуя огромные возможности этого удивительного финансового инструмента. В рамках курса «Опционы на миллион» мы рассматриваем все многообразие мирового рынка опционов. Мы говорим и о российском рынке опционов, и о европейском, и американском рынке опционов, и об опционах на криптовалюту. Все инструменты опционного рынка мира будут вам доступны после того, как вы пройдете этот удивительный и интересный курс. Ссылка на все эти курсы находится в описании к этому видео. Следующий вопрос. Как правильно ролировать опционы с минимальными убытками? Если не сложно, то с примером. На этот вопрос мы уже ответили в предыдущем занятии. Если коротко, то если вы продали опцион кол или опцион пут, то ролировать его не надо, потому что мы знаем, что на цену такого опциона оказывает мощное воздействие такой фактор, как распад времени в цене опциона. Этот опцион сам по себе при прочих равных условиях при спокойном рынке будет давать вам прибыль. Ролировать его не нужно. Нужно просто дождаться даты экспирации опциона. Эта позиция выйдет автоматически, биржи и брокерские фирмы закрыта. И после этого вы сможете снова продать какой-то следующий опцион. Если же вы купили опцион кол или опцион пут и имеете какую-то идею о том, что, например, рынок сильно вырастет или сильно упадет, но нужно немножечко подождать, то в этом случае, конечно, можно ролировать опционы, то есть пересаживаться с одного контракта, срок действия которого истекает, на другой. И в этом случае, опять-таки, нужно обратиться к такому феномену, как распад времени в цене опциона. Мы прекрасно понимаем, что по мере приближения времени к дате экспирации, скорость этого распада увеличивается, то есть опцион все сильнее и сильнее с каждым днем начинает терять в цене. И поэтому, не дожидаясь вот этого сильного обвала цены опциона, который наблюдается где-то в последние дней 10 или в последние 5-6 дней перед датой экспирации, необходимо пересаживаться на другие контракты. То есть продавать ранее купленный опцион и покупать тот, дата экспирации которого отстоит на некоторое время в будущем. Следующий вопрос. После знакомства с опционами возник вопрос. Причем, кстати говоря, этот вопрос довольно объемный. Итак, картина по ценам, которую я наблюдал на доске опционов. Следующая. Продавцы стоят значительно выше расчетной цены, покупатели значительно ниже расчетной цены. Если я правильно понял, маржа по маржинальным опционам начисляется исходя из расчетной цены. Отсюда вопрос. Как понять, что продавец выставил цену больше, чем расчетная, но она все равно является адекватной? По каким стратегиям можно пройтись, чтобы просчитать возможную выгоду выставленного предложения? Возможно, есть какие-то лайфхаки, как оценить адекватность цен в стакане, которые отличаются от расчетной. Почему по факту никто не работает с расчетными ценами? Сразу хочу сказать, что ряд вопросов, которые был задан нашим уважаемым коллегой и слушателем, как еще говорили у нас давно-давно в средней школе, отпадает сам собой. Отпадает сам собой, если мы просто поймем, а что такое расчетная цена и что такое теоретическая цена опционной, что такое вообще говоря реальные цены опционной торговли. Дело в том, что практически сразу же, как только люди начали торговать опционами на бирже, у них возник вопрос, а сколько должен стоить тот или иной опцион? Вот, например, когда мы приходим в страховую компанию и хотим застраховать, например, свой автомобиль, то нам сразу же предлагают прайс-лист, где все подробно расписано. То есть, у страховых компаний есть определенные формулы, которые высчитывают цену страховки. На величину значений, получаемых по этим формулам, оказывают влияние очень много факторов. Время года, в том числе, марка автомобиля, его пробег, статистика дорожно-транспортных происшествий и многое другое. Соответственно, возник такой вопрос. А если мы торгуем опционами, например, каким-то конкретным опционом на какую-то конкретную акцию, то вот сколько он должен стоить. Поначалу эта задача оказалась довольно трудной, потому что непонятно было, а вообще с какого стороны, как мы говорим в России, с какого боку к этой проблеме подойти. И математики, и биржевики предлагали свои формулы, но они были не совсем адекватны и не давали представления о том, сколько должен стоить опцион. И вот, по-моему, в 1973 году американские исследователи Фишер Блэк и Майрон Шоулс предложили формулу для определения цены опциона колл на бездивидендную акцию, причем от цены опциона паритетного. И последующие формулы из семейства Блэка Шоулса как раз отталкивались именно от этой самой простой формулы. И в основе своих рассуждений эти исследователи положили следующее предположение о том, что продавец опциона, а тогда торговали опционами премиальными, немаржируемыми, получает свою премию за опцион, то есть он продал страховку, получил премию, эту премию положил в банк на депозит. И, соответственно, он получит какие-то проценты на эту сумму. А вот покупатель опциона отдал некоторую сумму денег, но при этом рынок волатилен, то есть цена ходит вверх-вниз. Как базовый рынок волатилен, так и волатилен, естественно, рынок самого опциона. Соответственно, для того, чтобы понять, сколько должен стоить такой опцион, необходимо установить некоторый паритет между той прибылью, которую получит от волатильности рынка покупатель опциона, и тем доходом, который получит, в конце концов, вместе с суммой премии продавец опциона. То есть эти величины должны быть равны. Соответственно, прибегнув к помощи математики, эти исследователи предложили формулу, и ее взяли на вооружение финансисты многих стран мира. Она показалась удачной. В принципе, логика рассуждений авторов этой формулы правильная, но за некоторым исключением. Дело в том, что, согласно правилам биржевой торговли, с продавца премиального опциона берется начальный марж или залог. Поэтому те самые деньги, которые он получает от продажи опциону, он снять, вывести с рынка и положить в банк не может. Поэтому вот это предположение о том, что он получает какой-то еще процент на эту сумму, является чисто умозрительным. Вообще говоря, когда математики берутся за описание процессов, происходящих именно на бирже, они делают очень много допущений. Причем эти допущения являются во многих случаях некорректными. Но здесь участники рынка посчитали, что да, представим себе, что это так. И, соответственно, взяли эту формулу на вооружение. И она стала показывать людям, а вот ориентировочно, сколько примерно, где-то даже умозрительно должен стоить опцион. И вот эта цена получила название ценой теоретической. Впоследствии эта формула была модифицирована. Кто-то предлагал какие-то свои формулы. Но, тем не менее, логика наших математических вычислений в данном случае остается именно такой. Соответственно, когда мы смотрим в доске опционов, вот в этом экране, и видим вот такую величину, теоретическая цена колл, вот я выделил ее, то речь идет именно о цене, о которой мы только что сказали. Соответственно, на эту цену торговцы ориентируются. Но, надо понимать, что сама эта формула каких-то глубинных объективных закономерностей не описывает. Формулы, вообще говоря, которые мы применяем в экономике и в биржевой торговле, радикально отличаются, например, от тех формул, которые мы применяем в физике. Вот если мы, к примеру, возьмем уравнение, которое описывает, например, траекторию шара, брошенного, например, с какого-то возвышения. Тут мы вспомним опыты Галилея, когда он бросал с Пизанской башни шары из чугуна, из дерева, из мрамора, и засекал время, за которое они падают. Так вот, если мы будем ставить какие-то физические инструменты, например, эксперименты простейшие в сфере кинематики, то сколько бы мы ни проводили экспериментов, в каких бы условиях мы их ни проводили, формулы будут теми же самыми. Конечно, будет какая-то поправка на сопротивление воздуха, какие-то будут поправки на плотность самого шара, но тем не менее, формула, которая описывает движение какого-либо тела в какой-то среде, будет всегда работать. Просто потому, что законы физики у нас, по крайней мере, на планете, за некоторыми, правда, исключениями, одинаковы. Соответственно, эти формулы отражают некоторые объективные физические закономерности. И вся наука, физика, по сути, это наука формул, которые как раз эти закономерности описывают. И мы используем эти формулы через математику для того, чтобы нормально, корректно создавать какие-то приборы, какие-то транспортные средства вообще для того, чтобы с комфортом жить в нашем мире и совершенствовать его. В сфере экономики биржевой торговли все совершенно по-другому. Если там предлагается какая-то формула, то очень часто эта формула носит, опять-таки, некий отвлеченный, умозрительный характер. И она принимается на веру большинством участников рынка. Но на самом деле нет такого закона, который бы говорил, что эта формула именно правильная, что цена именно такой должна быть. Дело в том, что был опыт такой в 80-х годах, некоторые хеджевые фонды слепо следовали вот этой формуле. Если цена опционов была выше формулы Black & Shows, они продавали опционы. Если цена была ниже, они покупали. И вот эти хеджевые фонды, упорствуя в этом во всем, получили колоссальные убытки. Потому что реальная жизнь показала, что очень часто, вообще говоря, на бирже реальные цены и опционов, и фьючерсов, и акций значительно отклоняются от каких-то расчетных теоретических цен. Поэтому, когда мы говорим о теоретической цене, вокруг которой строятся спреды на покупку, на продажу, мы должны понимать, что по большому счету не обязательно все оно так и должно быть. Тем не менее, если мы посмотрим, например, на теоретические цены опционов колл, вот здесь они видны, то мы увидим, что как раз торговцы опираются на эти цены, они как бы отталкиваются от них. Вот, например, в паритетном опционном со страйком 90 тысяч, вот сейчас мы его выведем на экран, у нас видно, что продавцы стоят по 485, покупатели по 475, а теоретическая цена 494. То есть, она довольно близка к реальной цене. Соответственно, все это видно, все это понятно. Теперь, что такое расчетная цена? Есть определенные формулы, по которым считаются расчетные цены. Опять-таки, если мы возьмем спот, это в свое время была средневзвешенная цена по последнему получасу торгов. Когда-то на фьючерсах это была просто, как говорит молодежь, тупо цена последней сделки. И так далее. То есть, есть определенные формулы. И задача биржи предложить такую формулу, которая бы делала расчетную цену наиболее объективной, чтобы эта расчетная цена не зависела от каких-то краткосрочных, но порой весьма сильных колебаний цен. Так вот, нам нужно, исходя из этого, просто довериться бирже и понять, что вариационная маржа по опционам, вариационная маржа по фьючерсам и переоценка наших позиций на спотовом рынке, причем позиций и маржинальных и не маржинальных, будет пересчитываться из расчетных цен. А расчетная цена, согласно биржевым алгоритмам, представляется нам наиболее объективной на данный момент времени. На момент времени, как мы говорим, здесь и сейчас. Поэтому, здесь никаких лайфхаков и каких-то особых рецептов быть не может по определению. Мы доверяем бирже, мы смотрим на итог промежуточной нашей торговли, мы считаем вариационную маржу, она может быть положительной, она может быть отрицательной. Но мы должны еще помнить вот о чем, что какие бы цены на рынке не фигурировали в расчетах, теоретические по формуле Блэка Шоуза или расчетные по определенным формулам, которыми оперирует биржа, все равно в конечном итоге мы с вами выйдем на совершенно справедливый результат. Если мы, например, купили 10 опционных контрактов по 420 пунктов, продали эти 10 контрактов по 480 пунктов, наш заработок будет 60 пунктов на один контракт, всего 600 пунктов. Соответственно, если каждый из пунктов равен, к примеру, одному доллару, мы заработаем 600 долларов, они будут пересчитаны в рубли, и это будет наша итоговая вариационная маржа, наша итоговая прибыль. Вот в чем вся суть. И, наконец, последний вопрос, который мы сегодня рассмотрим, формулируется так. Извините, вопрос от новичка покажется вам глупым. Вы знаете, сразу хочу сказать, что мы никогда не называем вопросы от новичков глупыми. Те вопросы, которые дают новички, это вопросы закономерные, они совершенно закономерно возникают у начинающих трейдеров или у тех, кто только начинает интересоваться рынком опционов. И мы с радостью, с удовольствием на эти вопросы всегда отвечаем. Потому что от правильного ответа на такие вопросы зависит в дальнейшем очень многое. То есть, с самого начала у человека, который знакомится с опционами, должно создаться о них правильное, неискаженное представление. Оно может создаться тогда, когда человек получает правильные, неискаженные ответы на свои вопросы. Если на момент экспирации куплен один кол и продан один кол, то надо ли что-то делать или они сами сгорают? Смотрите, во-первых, речь тут идет, скорее всего, о спредовой позиции, потому что если мы купим один кол и продадим один кол на каком-то одном опционном контракте, то у нас будет нулевая позиция в итоге. Здесь нужно обратиться к основополагающим принципам торговли любыми опционами, маржинальными или классическими премиальными. Суть в следующем. Когда у нас подходит дата экспирации, то все опционы, что делают? Они сгорают. Но здесь надо понимать, что если у вас есть право купить или право продать, то есть вы являетесь покупателем опциона, то вы можете потребовать от своего контрагента, от брокерской фирмы реализовать ваше право. Например, у вас куплен опцион кол, и, например, он куплен по какой-то цене, и страйк, например, 90 тысяч, а базовый рынок 100 тысяч. Значит, в этом случае, если вы потребуете экспирацию, то тогда вы заработаете 10 тысяч пунктов на одном контракте. И, соответственно, даже если вы эту экспирацию не потребуете, все равно брокерская фирма вас экспирирует, и, соответственно, вы станете покупателем фьючерсного контракта по цене 100 тысяч, и у вас будет вариационная маржа в размере 10 тысяч, если речь идет о маржируемом опционе. Если, например, у вас также куплен опцион, например, опцион кол, и у вас цена страйк купленного опциона окажется выше, чем реальный рынок, то, естественно, ни биржа, ни брокерская фирма насильно вас экспирировать не будут, и фактически этот опцион сгорит, и, естественно, если вы его раньше не закрыли, а довели до поставки, то вы получите убыток равной премии из расчета на один контракт. Теперь продажа опционов. Что такое продажа опционов? Продажа опционов – это такой процесс, при котором, да, такая сделка, при котором продавец берет на себя обязательства по требованию своего контрагента предоставить ему возможность купить или возможность продать. Продавец опциона кол дает своему контрагенту возможность купить, соответственно, продавец опциона кол – это потенциальный продавец фьючерса или реального актива. Продавец опциона пут дает своему контрагенту право продать, Соответственно, он потенциальный покупатель фьючерс или потенциальный покупатель реального актива. Соответственно, в этом случае происходит следующее. Допустим, если мы продали какой-то опцион, и наш контрагент не проявляет никакой активности, и, например, мы продали опционы кол, а рынок вверх не пошел, то мы заработаем положительную вариационную маржу, потому что ближе к дате поставки цены на такие опционы, естественно, обнулятся. Если же, например, мы продали опцион кол, а цена пошла вверх, но мы все равно упорно дотянули этот контракт до продажи, то тогда мы, естественно, по совокупности всех торговых дней получим отрицательную вариационную маржу. И если наш контрагент не потребует свое право на покупку, то мы также окажемся в конце концов с нулевой позиции, наш опцион сгорит, но с нас будет списана вариационная маржа. То есть здесь есть два варианта. На путах все то же самое, только наоборот. Там уже мы даем контрагенту право продать, соответственно, мы потенциальные покупатели. То есть здесь логика расчетов довольно простая. И здесь самое главное, вот наш начинающий трейдер спрашивает, если на момент экспирации куплен один кол и продан один кол, то надо ли что-то делать, или они сами сгорают? Здесь нужно просто обратиться к теоретическим основам опционной торговли и произвести нехитрые математические расчеты. И все сразу же станет на свои места. То есть здесь принцип такой. Если опционная позиция нам дает прибыль, и наш контрагент, что называется, не шевелится, можно дальше держать эту позицию. Если опционная позиция дает нам убыток, то ее нужно закрывать. То есть здесь работают основные принципы риск-менеджмента. Ну что ж, я думаю, мы с вами сегодня плодотворно поработали. Я ответил на ваши вопросы, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. И в заключение нашей сегодняшней видео лекции я хочу вам пожелать, прежде всего, конечно, хорошего здоровья, хорошего самочувствия, удачи в биржевой торговле. И, как говорится, торгуйте прибыльно и с удовольствием для себя. До новых встреч, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok